Они всегда первые там, где нужна помощь. В завалах разрушенных строений, в дыму и огне, на местах дорожно-транспортных происшествий, на затопленных территориях. Это они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций не только в нашей стране, но и за ее пределами. Они постоянно несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим в беду. Отвага, мужество, честность, смелость, преданность делу, готовность к самопожертвованию во имя спасения жизни людей. Эти качества отличают тех, кто несет службу в подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям. Далеко не каждый, конечно, может быть спасателем, начиная с того, что спасатель должен иметь воистину железное здоровье. Во-вторых, возьмем цифры скупой статистики, в военных конфликтах гораздо меньше людей погибает, чем при чрезвычайных ситуациях. Поэтому спасатель, который прикасается к этим ситуациям и видит их зачастую, это не просто физически сильный человек, это человек крепкий духом. Это человек, который в любой момент готов совершить фактически подвиг. Рост числа чрезвычайных ситуаций различного характера и масштабов потребовала создания структуры, которая бы оперативно, профессионально и с минимальными потерями оказывала бы помощь. Поэтому в Пинске был организован Центр республиканского отряда специального назначения. Возглавляет его подполковник Андрей Викторович Козлов. Пинский центр состоит из шести подразделений. Это отдел понтонно-мостовой службы, служба химической и радиационной защиты, взрывотехническая, водолазно-спасательная, медицинская служба, служба материально-технического обеспечения. На счету этих спасателей десятки спасенных жизней, сотни случаев оказания помощи пострадавшим не только в масштабных ЧП, но и в мелких, бытовых. Одни из самых курьезных случаев – это ликвидация ситуаций, связанных с разбитыми градусниками, когда зачастую приходится отправлять большое количество людей и техники для того, чтобы вот эту маленькую капельку отловить, пропылесосить, выбить. Ну и ситуация, конечно, может и курьезная, но работать по ней приходится. И мы работаем. Отдел понтонно-мостовой службы не раз оказывал помощь государству во время уборочно-заготовительного сезона. В позапрошлом году сложилась такая ситуация, что около несколько тысяч голов скота чуть ли не пали голодной смертью из-за того, что кармани возможно было доставить из-за большого пути подвоза. Наш отдел понтонно-мостовой службы имеет на вооружении понтонно-мостовой парк, который позволяет установку наплавного моста организовать фактически в любом месте. И мы позволяем хозяйствам экономить существенные средства. Сотрудники Пинского центра постоянно проходят подготовку не только в вузах нашей страны, а проводят в том числе и совместные международные учения. Работники Пинского центра, так же как и работники республиканского отряда, аттестованы для проведения международных операций. В декабре 2016 года республиканский отряд участвовал в проведении международных учений в королевстве Дания. Все это дает уверенность простым гражданам нашей страны, что в любой сложной ситуации к нам придут на помощь настоящие профессионалы. Хотел бы пожелать крепости духа, очень нужной нашей профессии. Мира добровой семьи от этого зависит так, в каком состоянии настроение придет спасатель на службу. И чтобы чрезвычайная ситуация мы отрабатывали исключительно на занятиях. Продолжение следует...